Эпицентр катастрофы Тропа Кулика – это тест для исследователей на способность вообще преодолевать трудности. И, собственно, она и названа в честь Кулика, потому что она отдаёт дань его мужеству, его силе, с которой он всё это преодолел. Кулик был первым учёным, которого заинтересовала катастрофа над Тунгусской. Впервые он побывал в этих краях в 1921 году. Экспедиции, которые все были организованы, там первая экспедиция Кулика и остальные экспедиции, они напоминали более такие самодеятельности, чем настоящие экспедиции научные, которые нужны. И всё же Кулику удалось собрать огромное количество сведений о Тунгусской катастрофе. Тогда, скажем, всё снаряжение, зимнее снаряжение, оно составляло, что валенки, тулупы – это сейчас совсем другое снаряжение. И поэтому многие участники экспедиции обмораживались. Известно, что обморозился и его астроном Кринов, Леонид Кринов. Он обморозил ноги, ему ампутировали пальцы. Средства связи здесь были самые примитивные. Был и Венг такой, молодой мальчик, который бегал между Вановарой и заимкой Кулика. Приборы были самые домороченные, часы имели там какие-то магнитометры, но всё это было не оснащено, как подобает. Нынешним исследователям тайги проще. Они обладают всей необходимой техникой и снаряжением. Группа исследователей под руководством Виталия Ромейко достигает Южного болота – гигантской котловины шириной 7 километров. Когда-то это место стало первым, где Леонид Кулик увидел последствия катастрофы. В своем дневнике он записал о диаметре стволов. Жутко становится, когда видишь 10-20 вершковых великанов, переломанных пополам, как тростник. С этого момента ученый не сомневался, что в тайге произошло столкновение с землей именно метеоритом. И Южное болото приняло на себя основной удар. Так в лексикон ученых прочно вошло выражение «Тунгусский метеорит». Но почему многие и по сей день сомневаются в том, что в районе Тунгуски мог упасть метеорит? Какие еще версии существуют? Могла ли катастрофа стать последствием столкновения с землей кометы или гигантского болида? Болид – это некое явление, которое наблюдается в атмосфере, оно связано с пролетом космического тела. Далеко не всякий болид кончается падением метеорита. Не всякий камень может долететь до поверхности земли. Метеориты в атмосфере теряют 90 и более процентов массы, а многие вообще сгорают. Если болиды не сгорают в атмосфере и достигают поверхности земли, их уже называют метеоритами. Ежегодно поверхности нашей планеты достигают не менее тысячи метеоритов. На Землю больше всего падает каменных метеоритов. Находят их нечасто. Чтобы каменный метеорит найти, как правило, нужно увидеть, как он упал. Железных метеоритов на Землю падает гораздо меньше. Леонид Кулик был уверен, что в тайге упал огромный железный метеорит. Но для того, чтобы доказать это, необходимо было найти хотя бы один его фрагмент. База Кулика располагалась здесь. Это знаменитая заимка пристань, место, где и сегодня останавливаются все исследователи Тунгуски. Вот мы и пришли, ребята. Этот кордон, заповедник Тунгусский, место называется пристань, названо в честь пристани, на которой подплыл Леонид Кулик. Это была его 13-я стоянка, когда он поднимался по реке Хушни. Собственно, на этом он и закончил свой маршрут здесь. А дальше он ушел в эпицентр. И там, собственно, обосновал свою заимку Кулика. Осмотрев все окрестности и не найдя ни одного осколка небесного происхождения, Кулик принимает решение осушить Южное болото, которое, с его точки зрения, могло быть кратером упавшего метеорита. В те времена же не было репеллентов, не было такого химического средства защиты от комаров. Защищались обычным волосяным таким вот накомарником. Нужно было одевать перчатки. Все это, представьте себе, в 30-ти градусную жару. Кулик выполнил титаническую работу. Он с помощью своих работников, участников экспедиции, пробил траншею, глубокую траншею. Глубиной она была несколько метров. И он пробил эту траншею, слил воду и надеялся найти там на дне этой говоронки Тунгусский метеорит. Работы сопровождались большим неудовольствием коллектива. Но спорить с Куликом было бесполезно. За малейшее неподчинение кара одна. Немедленное увольнение. Дед Дмитрия Кринова был в составе той экспедиции. Дело в том, что дедушка поругался с Куликом в определенный момент. И попытался доказать, что Кулик ищет не там. Евгений Кринов утверждал, что осколки метеорита пролетели намного дальше от места сгорания, космического тела. Леонид Кулик пришел в ярость и, не задумываясь, распрощался с коллегой. Выгнал с проходящим обозом, где дедушка отморозил себе ноги. У него ампутировали палец на ноге. Но впоследствии, когда нашли второй кратер, более маленький, правда там тоже ничего не нашли, Кулик приехал обратно в Ленинград и извинялся перед дедушкой, что он был неправ. То есть, что, в общем-то, эта идея имеет место быть. Леонид Кулик посвятил всю свою жизнь поискам Тунгусского метеорита. В район подкаменной Тунгусской он совершил несколько долгих экспедиций. Но никаких следов ни каменного, ни железного небесного тела он так и не нашел. Тунгусский метеорит не был железным метеоритом. При таких массах, таких размерах, железный метеорит непременно долетел бы до поверхности Земли. И главное свидетельство этому – это отсутствие свидетельства. Район Тунгусской катастрофы – это более двух тысяч квадратных километров непроходимой тайги. Обнаружить на такой территории небольшие фрагменты метеорита крайне трудно. Но исследователи не теряют надежды. Они по-прежнему надеются найти фрагменты небесного тела. Для многих эти поиски обретают мистический смысл. Осколки метеоритов всегда притягивали людей, становясь сокровищами и предметами поклонения. Полагают, что с неба был ниспослан знаменитый черный камень храма Кааба в Мекке. Одна из главных мусульманских святынь. Первое небесное тело, о котором мы знаем, внурованное в угол Каабы, камень называется хаджария-свет, черный камень. По одной из версий он был ангелом, который сопровождал Адама в раю. Объекты небесного происхождения всегда становились предметом почитания в самых разных религиях. Первые упоминания о крупном падении метеорита имеются в лаврентьевской летописи 1091 год. Там написано примерно следующее, что князь Всеволод, это был сын Ярослава Мудрого, вот охотился под вышекородом и вот в это время спал, привелик змей с небес. И все люди перепугались, был сильный удар.